МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Становится тепло. Сегодня, в пятницу, 4 сентября, в Магадане стартует отопительный сезон. Мэр Магадана Юрий Гришан подписал постановление о начале отопительного сезона в областном центре. Стартует 4 сентября. В первую очередь подключат детские сады, учебные заведения и объекты здравоохранения. Об этом глава города рассказал в эфире Авторадио Магадан. В течение трех-четырех дней, может быть, пяти, отопление придет в батареи в дома Магаданцев. Грубо говоря, в понедельник уже будет отапливаться весь город, если в пятницу начнут. Дело в том, что ТЭЦ отрабатывает по районам, там у нас центральные тепловые пункты. Мы принимаем тепло на ЦТП и раздаем его по домам. Время на регулировку гидравлической системы нужно 2-3 дня. На то, чтобы управляющие компании отработали воздух в подъездах на стояках, но еще пару дней я говорю, что к следующей пятнице уже будет все отрегулировано. На Колыме подходит срок выборов главы города. Депутаты Магаданской городской думы утвердили изменения в порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. Раньше кандидаты на должность градоначальника узнавали о начале конкурса за 30 дней. Теперь срок опубликования решения о проведении составит 45 дней. На сегодняшний день уточнены, скажем так, ряд моментов, особенно. Это фиксация регистрации кандидатов, чтобы люди понимали, сколько у них есть времени, какие документы им нужно подготовить для того, чтобы подать эти документы. Есть конкретно 45 дней для того, чтобы это сделать. То есть на сегодняшний день мы можем сказать, что вся подача документов и все остальное, оно стало более прозрачным, более четким. Список документов от кандидатов дополняется справкой об отсутствии судимости. Такой документ выдается в течение 30 дней. Поэтому порядок дополнили нормой о том, что такая справка может быть предоставлена не позднее, чем за три дня до проведения конкурса. Магаданцы почтили память жертв бесланской трагедии минутой молчания в парке «Маяк». Со дня теракта в Беслане прошло 16 лет. Волонтеры молодежного патриотического клуба «Наследие» провели мемориальную акцию «Свечи Беслана». На сцене амфитеатра добровольцы составили число 334 из зажженных лампад. Цифра символизирует число погибших в школе Беслана в начале сентября 2005 года. Здесь также прошел показ короткометражного фильма режиссера Ирины Васильевой «Беслан. Город ангелов». Лента основана на реальных событиях. В ней использованы кадры и кинохроники, а также собраны воспоминания участников страшной трагедии. 1 сентября школу номер один в Беслане во время праздничной линейки, в которой принимали участие более тысячи человек, захватили. Бандиты удерживали заложников внутри заминированного здания почти три дня. Пленники находились в ужасных условиях, без еды и воды. За страшной трагедией в Беслане следила вся страна. Все разрешилось 3 сентября штурмом здания. Жертвами теракта стали 334 человека, из них 186 дети. При освобождении заложников погибли 10 бойцов спецназа и два сотрудника МЧС. В память о жертвах Беслана в России в 2005 году, 3 сентября, объявлен Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Акции памяти жертв Бесланской трагедии прошли во всех городских округах Колымы. Наши телезрители поделились съемкой памятного мероприятия из Ягодинского городского округа. КОНЕЦ Ветерану Великой Отечественной войны сегодня исполнилось 93 года. Тамара Константиновна Романова родилась 2 сентября 1927 года. Ей было 14 лет, когда началась Великая Отечественная. В 1943 Тамара Константиновна попала в партизанский отряд имени Пономаренко в бригаду штурмовая деревни Лошаны. Там она стала настоящим бойцом и участвовала в реальных боевых действиях. В октябре 1944 Тамара Романова вернулась в родной Орел. За партизанскую службу награждена Орденом Отечественной войны, медалями за боевые заслуги и за победу над Германией. Сегодня Тамара Константиновна принимает поздравления. Ей 93 года. Цветок, поздравительный адрес от мэра. В 1970 году Тамара Константиновна вместе с дочерью переехала в Магаданскую область. Работала директором школы в Устемчуге. Спустя 5 лет перебралась в город, чтобы возглавить Магаданскую школу-интернат. Сейчас Тамара Константиновна проживает с дочерью. Здоровье в порядке, передвигается сама и готова принимать гостей. В сквере воинской славы 21-й Магаданской школы теперь снова стоит знаменитый «Летающий Калашников». Самолет подарила магаданским детям 1-я воздушная армия Дальневосточного военного округа 30 лет назад. Он долгое время стоял рядом со школой-клубом «Подвиг», пока в 2014 году не случился поводок. Вода размыла берег, и судно упало в реку Магаданка. Восстановить военно-исторический объект городским властям помогли специалисты организации Национальной освободительной армии и социальные партнеры. Открыли военно-исторический объект в торжественной обстановке. В церемонии участвовал глава города. Многие годы курсанты, руководство клуба делали все для того, чтобы мы смогли с вами посмотреть, своими руками потрогать, полазить даже по тем боевым машинам, которые ковали победу, или которые стоят сегодня на обороне нашего независимого государства. Я хочу сказать спасибо всем, кто принимал в этом активное участие. МиГ-21 – истребитель третьего поколения, спроектированный ОКБ Микояна Игуревича около 70 лет назад. Он был самым распространенным сверхзвуковым самолетом своего времени и применялся более чем в 20 государствах. В библиотеке имени Пушкина магаданцы написали диктант победы. Это международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Акцию проводят второй раз. Участники отвечают на 20 вопросов в формате теста. Отрадно, что в нем принимают участие в некоторых регионах ветераны Великой Отечественной войны. Думаю, что нас всех сегодня ждет серьезное испытание на историческую грамотность. И причем это испытание, оно не зависит от возраста. Если взять, например, итоги прошлого года, то в диктанте победы победителями в стране стали как 16-летние жители нашей страны, так и люди старше 60 лет. Диктант победы провели в день празднования воинской славы России 3 сентября. Акцию в Магадане открыл глава региона Сергей Носов. Это не только проверка знаний русского языка. Я думаю, это прежде всего дань уважения тому подвигу, который совершили наши предки. В отчином диктанте приняли участие около 50 человек. Это школьники, сотрудники Росгвардии, депутаты и кандидаты, а также просто все желающие жители областного центра. На все вопросы участникам дали 45 минут. Кроме очной формы, в акции была предусмотрена возможность участия онлайн. В субботу 5 сентября в Магадане пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью 9, днем 11 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Влажность в течение суток будет достигать 94%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63 66 92.